Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Последнее! Можешь просто помолчать в микрофон? Приходила на работу под градусом, в Dream Team, например, говно? Ахахахаха! Итак, мы начинаем с танца. Это Аня Покров. Ты просыпалась в чужой постели? Нет. Носила поддельные вещи? Да. Доставала комочки из пупка? Да. Подкладывала что-нибудь себе в бюстгальтер? Да. Ходила в дырявом нижнем белье? Наверное. Приходила на работу под градусом, в Dream Team, например, говно? Нет. Да. Вы очень нарядные все. Скажите, что вы делаете сегодня? Мы выступаем сегодня на нескольких площадках, уже выступили. Еще у нас будет одно выступление вечером на площадке Волгоград FM. Мы будем показывать наши номера. Мы танцующий коллектив. Называемся мы Кенгу Флай. И мы готовы развлечь вас и подарить вам прекрасное устранение. Насколько знаю, это в переводе прыжок. Да. Прыжок кенгуру. Вот оно что. А давайте все вместе прыгнем синхронно. Слушайте, что это за специальные такие приспособления, с помощью которых можно прыгать? У вас есть и в Питере есть, во всех городах России они есть. А в Волгограде прекрасно развито наше направление. Мне говорить немножко сложно. Петь я тоже сегодня не буду. Но я думаю, вы мне в любом случае поможете сегодня спеть эту песню, да? Не будем мучить, потому что знаем, что тебе плохо. Привет. Скажи, что произошло с твоим голосом. У тебя недавно какая-то операция была? Если бы слезы мои были водой... Правильно я пою? Ты вообще не можешь говорить, бедная. Не умираешь на жаре. Просто no comments. Артур Бабич, Артур Бабич. Тут как тут, в бананах. Привет. Dream Team House. А, последнее. Можешь просто помолчать в микрофон? Спасибо большое. С вами была она. Вы знаете, кто это. Ты как вообще себя чувствуешь? Не умираешь от жары? Ты очень жарко одет, как будто бы. Нет, я прячусь от солнца, чтобы не загореть. Ну, братан, короткий близ, поехали. Самое дорогое, что за свою жизнь ты купил? Самое дорогое? Машина. Чего ты боишься больше всего в жизни? Одиночество, скорее всего. Окей, кто твой лучший друг или подруга? Нет таких. Деньги или принципы? И деньги, и принципы. Талант или деньги? И деньги, и талант. Талант, скорее всего, а с талантом будет все, на самом деле. Будут бабки с талантом. Вы вот этого парня знаете? Конечно, она знает. Как его зовут? Даня Милохин. Какими тремя словами ты его можешь охарактеризовать? Певец. А, в первую очередь, кто он? Тиктокер. Блогер и певец. Он тебе нравится? Нет. У него подписано? Нет. Ну и правильно, все, понятно, Данька Милохин. Спасибо. Как вы думаете, кто он? Не знаю. Даня Милохин. Как он тебе, оцени его тремя словами. Тиктокер из семьи, добрый. А как он по тебе, нравится он тебе? Ну, я его не смотрю, но знаю про него неплохой. Вот эту девушку вы знаете? Нет, нет. Вообще не в курсе? Нет, нет. Она сейчас там на сцене выступает, кстати. Да, это Ольга Бузова. А она как тебе? Тоже неплохая, но я ее не слушаю. А если бы она тебе предложила отношения с тобой, согласился бы? Она слишком старая. Спасибо. Как бы вы ее оценили по десятибальной шкале, по красоту ее? Ну, честно говоря, по-русски хорошо не знаю. В чем сила, братан? Немножко дуть. Я вот, кстати, думал всегда, если я буду у дудя, когда мне задается вопрос, что я скажу? Да, да, да. И оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Тоже об этом думал сто процентов. Давай, давай, ответ здесь. Ответ здесь мы ему отправим. Да не знаю. В жизни, да. И оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Здрасте. Все. Ела ли упавшую еду на пол? Конечно, постоянно. Ты воровала что-нибудь когда-нибудь в магазине? Да. Например, что это было? Не уеду, там, шоколадка. И действую, когда совсем маленькая была. Да. А ты чистила чужой щеткой свои зубы? Да. О, мой гад, чей? Машиной. Машиной постоянно. Это, можно сказать, моя. У тебя были проблемы с законом когда-нибудь? Нет. Какой у тебя голосок? Я бы, конечно, ладно. Она не может общаться сегодня, она без голоса. И последнее. Белым снегом все одето, значит, наступила... Зима. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Продолжение следует...